Сельское хозяйство – территория возможностей. Ставший уже традиционным для молодых аграриев России форум прошел в столице в рамках крупнейшей агропромышленной выставки страны «Золотая осень-2015». Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти, молодые специалисты и ученые, лидеры аграрных общественных организаций и студенты профильных вузов. Продолжит Елена Шаталина. Дискуссионная площадка собрала около 700 участников со всех уголков России. В рамках форума прошли круглые столы на такие важные темы, как современная подготовка специалистов для успешной карьеры в агропромышленном комплексе и инновации от идеи до внедрения. А также состоялся всероссийский слет активистов информационно-консультационных бригад Российского союза сельской молодежи. Форум, конечно, эффективный, поскольку разные точки мнения и разные производители здесь собираются. Безусловно, встречаться надо, может быть, не чаще, но хотя бы раз в год необходимо встречаться для того, чтобы обменяться мнением. Какую-то общую платформу выработать, общую точку зрения на эти вопросы. На заседании Центрального совета Российского союза сельской молодежи были подведены итоги работы организации за 2014 год и объявлены самые активные региональные отделения – Архангельское, Красноярское и Подмосковное. Большое внимание в ходе мероприятия было уделено также вопросу профессиональной подготовки новых кадров. Наша была задача сегодня обсудить, какие есть современные требования к молодым специалистам у работодателей и какие ожидания и установки у молодежи, молодых специалистов, которые хотят трудоустроиться в агропромышленный комплекс. В настоящее время как раз-таки разрабатывается стратегия развития аграрного образования и здесь как-никак наши обсуждения, наработки как раз-таки очень нужны. Работа молодежного форума продолжалась вплоть до 11 октября. На базе Московской школы управления Сколково активисты региональных отделений РССМ могли обменяться наиболее продуктивными идеями работы с сельской молодежью и определить основные направления развития региональных и местных отделений в следующем году. Елена Шаталина, Дмитрий Джинчарадзе, телеканал Просвещение.